всем добрый день мы сегодня едем в очередной раз за водичкой славочка поздоровайся добрый день вот ну и по дороге может быть вам покажу как меняется лето на осень в нашем городе ну что-то встречу что-то интересное конечно же естественно встретиться по дороге я вам покажу итак поехали вместе с нами вам показывать смотрите какие у нас еще жарко у нас еще продолжение лето и градусов 28 да да очень жарко очень жарко и деревья как видите все зеленые зеленые так что осенью немножечко у нас даже не пахнет даже чуть-чуть это такой троллейбус мы только что проехали цветной разрезной здесь вот новые дома строятся новострои у нас много новостроев строится сейчас сейчас мы подъезжаем к мосту который уже опять начали переделывать что-то что-то с этим мостом не так происходит уже все так уже все так да но его все время переделывает и переделывает мы радуемся что все сделали а нет опять опять что-то ну вот тут уже разрисовали наверное дело близится к завершению сейчас посмотрим как они тут нам сделали наш хвостик подъезжаем к нашему источнику сегодня машин практически нет здорово сейчас наберем водички все пошли набирать водичку водичку мы набрали и едем мы сейчас по московскому проспекту вот мимо турбатом мимо турбатома да просто хочу показать вам может быть кто-то ностальгирует вот смотрите какой стал московский проспект когда-то здесь ходил трамвайчик сейчас здесь же трамвайчик не ходит ну и непонятно что здесь нет непонятно что здесь будет продадут продадут всему свое время здесь смотрите уже деревне немножечко начали желтеть сохнуть здесь у нас липы парк артема продали продали все уже загорожено миша добкин говорил вы представляете ночью кто-то срезал все дубы в парке но мы будем расследовать это дело мы подали заявление в прокуратуру пусть выяснят а она оказывается всю ночь пилили возили и не полиция не видела никто ничего не так мы продолжаем наш путь по московскому проспекту сейчас будем сворачивать на улицу на улицу морозова но это такая у нас улица она до более промышленная да здесь у нас правой стороны завод малышева завод малышева тут измела парк артема когда-то аллочка сюда на танцы ходила до бегала тут у нас ремонтик идет бегала бегала я на танцы а как же а ты не бегал и ты бегал я бегал только тогда когда здесь был определенный ансамбль который проиграл два или три месяца и на этом все закончилось и больше мы сюда не ходили вот это у нас парк артема такой вот сильно сильно зеленый могу сказать вот выехали едем едем дальше по улице матросова справа у нас как-то называемого не а женская женская колония из отчетвертая где сидела отжимая якобы наказание юлия тимошенко слева я вам сейчас покажу домик где жили розманы это розманы жили а здесь вот жил мой славочка в этом домике сейчас я вам покажу мы под этим слова чуть-чуть может даже притормозить и когда мы сюда на втором и когда мы сюда заселились здесь не было этих деревьев ничего не были по полтора метра вот я стоял на балконе и балконы были не зашиты стоял трусах длинных таких ниже колен у меня были трусы как боксерские и приветствовал всех девушек заехали в магазинчик купили продукты дома покажу что вы купили в общем практически ничего не купили а почти 800 гривен заплатили вот так все едем домой сейчас славочка отвез тачечку и будет идти вот он помыл ручки у нас везде стоит антисептик моем ручки маску снял потому что в маске конечно дышать нечем а без маски в магазин не пускают на наш проспект гагарина тут мы живем смотрите тут тоже деревья еще зеленые скоро здесь откроет метро до у нас тут года через два три нет обещали и вы обещаете в двадцать первом году обещали открыть даже если это будет обещать не значит жениться это будет двадцать третьем году и цены здесь на квартиры и на дома поднимутся вдоль естественно цены вырастут будем ждать во всяком случае метро уже строят поэтому сдвиги есть до этого нам только обещали вот-вот вот-вот будут строить а сейчас уже строят уже много домов снесли под строительство метро в общем вот так-то ладно дорогие мои теперь встретимся у меня дома и будем смотреть обзорчик смотрите какое красивое небо какими-то островками просто необыкновенно красоты сейчас дерево это проедем лучше будет еще лучше видно смотрите как будто бы кто-то взял и нарисовал правда вот такая красота уже дома вот так выглядит моя закупочка ну и сейчас буду все по порядку рассказывать купила я вот такой контейнер контейнеры там не нужно такой вот контейнер купила себе не он очень нужен дальше начну все по порядку значит смотрите мы купили вот такие вот огурчики и укропчик это я хочу замалосолить здесь мы купили филешечку куриную и это индюшинная ножка и вот такие вот желудочки куриные это то что касается мяса вот эти вот конфетки бим-бом это славик любит такие конфеты я их не кушаю я купила себе вот кипир однопроцентный ой боже замолчите птички я же разговариваю и купила себе вот вот такой вот йогурт лаконько это семечки я их обожаю лимонные дольки это славочка у нас любитель вот такой вот шоколад это я себе на воскресенье я по воскресеньям себе позволяю что-то скушать и миндаль шоколаде ну там фактически этого шоколада нет там в основном орешки дальше машеньку вот такой десерт купили мы купила себе я худею вот купила себе вот такую и корочку баклажановую вот такие плавленые сырочки я их тоже очень люблю вот такие сырочки три сырочка так ну это я купила себе палочки и диски дальше вот эту вот и корочку я тоже люблю мой вас лососим очень вкусная на завтрак вот так вот ее на бутербродик великолепно что тут у меня еще лимончики не дадут сказать лимончики это мы купили мария печенька такое мне можно вот такие хлебцы купили раз журавлина там игдаль журавлина это ой как же она называется наверное калина нет не калина нет не рябин калина наверное все-таки калина калина и лен так потом это что славик купил заводительское печенье дальше мы купили вот такие еще хлебцы так это чай еще баварские хлебцы купили и вот такие вот еще швейцарские так два килограмма сахара зубочистки соль это мы купили зубную пасту вот такая вот зубная паста мы попробуем ее первый раз взяли попробуем что там с этой пастой так дальше что мы ой самое вкусное вот это вот мы купили за шпинатом какая прелесть вот эти вот такие вот пирожки со шпинатом очень вкусные груши груши купила груши наконец-то я теперь буду с грушами с руки такие вот я люблю груши обожаю капуста купили хрустики купил и купили вот яйца вот такие вот яйца купили все значит в магазине мы потратили где-то по-моему около 800 гривен а на рынке даже и не знаю ну я так думаю что здесь конечно больше чем тысячи гривен вот это вот весь этот набор ну чтоб тут было много продуктов как вы видите совсем нет вот так то ну все дорогие мои на этом буду заканчивать свой такой спонтанный вложек кстати сейчас я вам что-то покажу нет ничего не могу понять моя кира сейчас я вам покажу моя кира зашла в клетку сидит в клетке из клетки не выходит ну чтобы вы понимали они у меня в клетке не спят уже наверное но больше месяца вот они там что-то любуются любуются игры ну что на себе там домик хочет соорудить и мне птичек принести но не знаю в общем вот так вот они там разговаривают не буду им мешать все дорогие мои подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы с удовольствием всем отвечу и так всем пока пока и